Ученые Академии наук Беларуси работают над отечественной вакциной от коронавируса. Изготовлены первые серии прототипа, проведены доклинические испытания. Для этого создан Центр экспериментальной и прикладной вирусологии. В следующем году начнется производство препарата. Уборка льна вышла на финишную прямую. Все области, за исключением Витебска, завершили работы. В северном регионе осталось около 600 гектаров. Заготовлено 145 тысяч тонн льнотреста. Это на 24 тысячи тонн больше, чем в прошлом. Выше и качество сырья. В республике проходит профилактическая акция «Сохрани себе жизнь». Цель – предупредить ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. В условиях сокращенного светового дня и ухудшения погодных условий только за первую неделю октября произошло 27 аварий, в которых три пешехода погибли и 24 получили травмы. На среду в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра. Порывы достигнут 18 метров в секунду. В такую погоду могут падать деревья, обрушаться слабоукрепленные конструкции, повреждаться крыши зданий и сооружений, а также обрываться линии связи и электропередач. Театр песни «Шинанай» выступит с концертной программы и шоу пройдет на сцене Дворца искусств. Зрителей ждут 22 октября в 15 часов. В программе лучшие номера за 30-летнюю историю заслуженного любительского коллектива. Специальный гость Виталий Гордей. Стоимость билетов 10 и 13 рублей.